Рано Умарова 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 Там будет показано это. И от того, что она переживает, сильно с ней случается вот эта фуга, дисассоциативная фуга. А вы не думаете, что в жизни у вас тоже может произойти такое в отношениях? Страшный вопрос ты задаёшь. Какая добра покажет? Нет, я не думаю. Вот ты говоришь, что съёмки проходили очень тяжело, сложно. Но были ли какие-нибудь курьёзные случаи, какие-то запоминающиеся моменты? Я помню, что ночью мы сидели, готовились к очередной сцене, и резко гаснет свет, не выдерживают напряжение. И это было так страшно, мы начали сами орать, от этого ора сами начали пугаться. И паника продолжалась, наверное, минут 10 мы просто ходили, бегали по этому лесу и кричали. Но на самом деле это реально страшно, потому что всю дорогу, когда приехала, я увидела, что освещение только то, что привезли мы. И я всё время думала, что сейчас если оно потушится, я, наверное, умру от страха. И это вот когда случилось, вот тогда я очень сильно испугалась. Я думала, наверное, это какие-то злые силы там навнушалось. Скажи мне, пожалуйста, вот мне интересует такой вопрос. Говорят, что на самом деле сниматься в фильмах такого жанра, ужасы, триллеры и так далее, на самом деле очень весёлое занятие. Правда ли это? Это правда. То есть вы больше смеялись на площадке, чем... Да, я вот, кстати, выставляла видео в соцсетях, где я пугаю осельку в машине. Меня разукрасили, там постарались сделать лицо такое мертвецкое. Спасибо вот нашим гримерам. И я стою за кадром, мне как бы смешно. И я понимаю, что сейчас я должна сделать лицо пугающее. И когда это всё происходит, конечно, мы очень сильно смеялись. Когда я её душила, мы смеялись, потому что она мне не разрешала её душить, я практически не касаясь шеи пыталась сделать вид, что я душу. Или когда, допустим, я её топором... Топор был настоящий, все оружия, которые нам давали, топор... Они все были настоящие. Бревно, всё было настоящее. И вот на самом деле вот там полно было курьёзных случаев. Мы же не каскадёры, специально не обученные этому люди. И я говорю, сейчас я буду тебя бить, ты вот голову... Я буду бить сюда, ты вот сразу голову... Какой красивый нож! А топор там настоящий или там нож. Я только замахиваюсь, мы в кадре, я там только замахиваюсь, она уже... А-а-а! Сидите, кричите. Мне интересно, как только Аселя согласилась на это. Ну вот нам очень хотелось попробовать себя впервые в такой роли. И потом, по-моему, такого фильма раньше в Казахстане... Пока ещё не было. Да, это первый, поэтому не исключено, что первый блин комом, но я очень рада, что у меня был такой опыт. Ну вот такая тяжёлая и неказистая работа у народных артистов, но хорошо оплачивается, я имею в виду, в плане эмоций, впечатлений и какого-то опыта. Ана Арано, давай поговорим теперь о твоих творческих планов. В моих творческих планах также развивать себя как актрису. Сейчас я посещаю курсы актёрского мастерства, очень хорошего, замечательного преподавателя. Также я собираюсь скоро предоставить опять для зрителя свою новую видеоработу на песню. Я думаю, что это будет, скорее всего, народная песня. Просто сейчас я немножечко в выборе мешкаюсь, но думаю, что, скорее всего, это будет какая-то народная песня, которую я перепою в новой интерпретации. А также будем дальше заниматься своим проектом Даус Интернешнл. Скажи, пожалуйста, Рану, вот ты занимаешься музыкой и снимаешься в кино, а что для тебя ближе? Вы знаете, мне... И заниматься продюсерской работой. Недавно мне тоже задавали такой вопрос, я не могла понять, вот это настолько заразно, что то, что другое, ты и там, и там творишь. Хорошо. Сложно ли совмещать это всё? Нет. Нет? Нет, не сложно, и очень даже приятно, и одно другому не мешает. Допустим, то, что я вот в кино, когда попала впервые, почему у меня не было зажатости? Потому что я привыкла работать на камеры и привыкла работать, когда вот много людей вокруг меня смотрят. Вот. И поэтому это, наоборот, помогает, мне кажется, и дополняет. Очень интересно. Ну что ж, Рано, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам в студию столь ранний час. Спасибо за интересную беседу. Теперь хочется послушать твои пожелания нашим телезрителям. Что бы ты пожелала в это прекрасное утро? Ну, я хотела бы сказать и отметить, что я безумно рада, что я появилась в этой программе в преддверии весны. Всем прекрасного весеннего настроения, и чтобы вот проснуться по утрам с хорошим настроением, мне кажется, это всё в голове. Если мы делаем себе настрой только на позитив, так оно и будет. И самое главное – это улыбка. Даже если позитива нет, есть такой избитый совет – улыбнитесь себе в зеркало. Но на самом деле он работает, по крайней мере, у меня точно. Спасибо огромное. Мы хотели бы тебе пожелать Сосулу всего самого наилучшего и творческих успехов. Спасибо большое. Успехов. Ну и от тебя я хочу пожелать большой, огромной любви и весеннего настроения. Спасибо. Вот девушка знает, что пожелать девушке. Спасибо большое. У нас в гостях была Рана Умарова, а на подходе сюжет о зажигательных па «Держи ритм».